Здравствуйте, меня зовут Козлова Ольга Саидовна, я являюсь руководителем школьного музея школы номер 2 города Сосновоборска. 9 мая наша страна отмечает главный праздник – День Победы. И в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учащиеся нашей школы, занимающиеся в кружке «Музейное дело», приготовили небольшую экскурсию по нашему музею, посвященную этой странице истории нашей страны. Но сначала несколько слов о самом музее, о его направленности. Наш музей называется «Музей боевой воинской славы, живая память». Экспозиции и собранные материалы, посвященные боевым действиям в Северном Кавказе, Афганистане и Чечне. Здесь память о погибших и выживших солдатах из числа жителей нашего города. Школьный музей призван способствовать развитию гражданско-патриотических качеств и расширению кругозора учащихся. Первая экспозиция и сегодняшняя экскурсия посвящена Великой Отечественной войне. Вертикальные стенды рассказывают о сосновоборствах, участниках войны. Иван Иванович Лихачев. Его называли «Истребитель фашистских тигров». Многие читали книгу Юрия Бондарева «Горячий снег» или видели одноименный фильм. Так вот, все, что написано в поиске, не выдумка автора, а настоящее свидетельство писателя-фронтовика, участника сравнения в Градской битве. А прообразом главного героя книги стал Иван Лихачев, вернувшийся после победы на Красноярскую железную дорогу, где работал в мирное время. Он был достоин звания ветеран труда Красноярской железной дороги. Про него было написано три книги, песня, снят фильм. Манеч Антонина Васильевна. С первого и до последнего дня была бессмертным солдатом. Ей, когда началась война, ей было всего 19 лет. Антонина Васильевна уносила с поля боя раненых. Она была санинструктором, медсестрой. Награждена была медалями за боевые заслуги, за оборону Москвы, за победу над Германией. На стенде представлены фотографии из личной жизни Антонина Васильевна. Еще один наш земляк, участник Великой Отечественной войны, Марьясов Николай Федорович. Николай Федорович, ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в 521-м столковом полку 133-й дивизии 31-й армии Западного фронта над Смоленском. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию. Победу встретил в Австрии. За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной звезды, медалями за отвагу, за победу над Германией, юбилейными медалями, в мирное время служил в органах внутренних дел. На данном стенде представлены фотографии из личного архива и вырезки из газет. Филинков Алексей Филиппович, участник Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина боевых действий в Японии, награжден медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 год по 1945 годов, за победу над Японией юбилейными медалями. Сосновоборский Алексей Филиппович долгие годы проработал на заводе автомобильных прицепов. В музее хранятся фотографии из личного архива ветерана времен войны, благодарственные письма послевоенного времени. Следующий стенд посвящен красноярцам, героям Советского Союза. Пусеп Эндель Карлович, Попов Павел Фомич, Сосновский Алексей Васильевич, Ивченко Михаил Лаврентьевич, Кузьмин Георгий Павлович и Цуканова Мария Никитишна. Пятеро из них получили звание Героя Советского Союза посмертно за проявленный героизм и упорство в выполнении своего долга. Обратите внимание на эту витрину. Здесь хранятся экспонаты, найденные на местах боев 2-й ударной армии Волжского фронта под Ленинградом. Все экспонаты переданы в дар нашему музею командированием воинской части 34-76 поселка Подгородный. И здесь мы видим фрагмент ложки, патрон от автомата, солдатский котелок, пистолет системы Вальтер 1938 года, затвор от винтовки Мосина. Наш музей действует. Мы постоянно участвуем в различных акциях и конкурсах. Учащиеся школы создают книги памяти о своих бабушках и дедушках-ветеранах. Мы поздравляем всех с Днем Победы. День Победы – особая дата. В нем и подвиг, и свет, и печаль. Ветеранам поклон, ведь когда-то сберегли нам цветущую даль. Пожелать очень хочется мира для любой на планете страны, чтобы светлая сила хранила каждый дом от утрат и войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...